Вера. Не зря ее так окрестили. Несмотря на свое темное прошлое, эта женщина способна вселять в людей уверенность в себя и веру в будущее. Вера Коваленко родилась на Урале, но свое детство провела на Украине. В 15 лет она сбежала из дома и совершила первое преступление. Веру посадили за воровство. После освобождения в 18 лет юная Вера переехала в Россию, чтобы начать жизнь с нуля. Но спустя 4 года история повторилась. На этот раз 10 лет заключения за убийство. Сейчас мне уже много лет и я, конечно, сейчас уже с другим умом смотрю на жизнь и на все, что со мной было ранее. Причина всегда в человеке. Ну, как бы я не хочу. Меня все время спрашивают, ну, кто виноват в том, что вот так у тебя жизнь сложилась. Ну, конечно, никто не виноват. Конечно, я сама виновата. И что бы ни происходило с человеком, он сам несет ответственность за свои поступки. От сети в 9 из 10 лет Вера вышла на свободу, имея 850 рублей в кармане. Теперь она очень хотела жить честно, хотя не было жилья и работы. А денег, которые выдали по освобождению, хватило всего на неделю. Ну, бывало ночью было так плохо от того, что вот просто я не могу себя... Я заходила в магазин и рыдала. И рыдала. Прямо у меня катились слезы, потому что все хочется. Я ничего не могу. И кого винить? Да некого. То есть, получается, само наказание ко мне пришло не в момент, когда меня осудили и когда я отбывала, а когда я освободилась. Вот пришло наказание. Тогда бывший осужденный очень помог муж, который ждал ее возвращения на волю. Сейчас у Веры жизнь потихоньку налаживается. Она организовала свой фонд помощи девушкам, освободившимся из тюрьмы. И открыла ателье, куда и устраивает бывших осужденных. Здесь девушки не только шьют, но и дают советы друг другу. Как обустроить жизнь, создать семью, поправить здоровье, найти работу. И уже какие-то, знаете, получились вроде мини-тренинги. То есть, мы друг друга учили. А давай порепетируем. Вот представь, что ты пришла на работу устраиваться. А что ты будешь делать? А что ты будешь гореть? Вот представь, что я твой работодатель. И вот как-то потихоньку-потихоньку у нас это получилось. Сейчас в мастерской всего три рабочих места. Больше не позволяет площадь. Инна Филиппович отбывала срок в одной колонии с Верой. Как освободилась, сразу обратилась за помощью. Вера мне очень помогла. И на проезд деньги. То есть, если какие-то проблемы с мамой, отношения с сестрой. Так вот рассказываешь и делишься. И объясняла, почему так и почему вот так. А потом я решила, что я окончательно хочу тоже участвовать во всем этом. В планах хозяйки ателье арендовать помещение покрупнее и устроить туда как можно больше тех, кому нужна помощь. Кроме того, Вера еще работает на трех работах. Она консультирует жителей по вопросам гепатита, туберкулеза и ВИЧ. Теперь Вера Коваленко мечтает заработать как можно больше денег, чтобы открыть огромный реабилитационный центр для поддержки бывших осужденных.